Всем привет, ребят! С вами Карина, и добро пожаловать в строительство The Sims 4! И сегодня вы увидите, как я строила квартиру в стиле лофт. Эту квартиру я построила, наверное, уже где-то неделю назад, и все никак не могла я добраться до озвучки этого видео, потому что у меня была первая неделя учебы. Ну, в общем, о всех этих причинах я вам рассказывала на стриме, но теперь, наконец-то, все! Мои ручки дошли до этого строительства, я, наконец-то, его озвучиваю. Ну, и сейчас давайте я расскажу вам немножечко о самой квартире, и почему я вообще решила построить квартиру именно в таком стиле. Вообще, у меня в последнее время как-то спонтанно в голову приходят различные идеи, например, либо вот построить какую-нибудь квартиру, либо создать же кого-нибудь, как я вам рассказывала в последнем кассе, с моделью, что я просто сидела такая и подумала, вот почему бы мне не создать модель. И здесь, в принципе, было то же самое, но были некоторые такие моменты, которые мне хотелось бы с вами все-таки обсудить. Когда я вообще поняла, что все, да, я буду делать строительство, потому что в последнее время у нас были только различные домики, мне захотелось сделать именно квартиру, и я такая сижу и думаю, так, квартира это хорошо, а квартира для кого? Квартира что? Квартира вообще как? И вот я сижу, наверное, минут 10 я думала, блин, как же мне хочется что-нибудь уже построить или перестроить, но я не знаю, какой мне стиль выбрать или для кого я вообще буду строить эту квартиру, потому что у нас уже были квартиры для пар, для мамы, для всех вообще, кого только можно перечислить, вот. И тут внезапно я, значит, сижу, и мне просто в голову приходит идея, что а почему бы не сделать квартиру в стиле лофт? Я понимаю, что я почему-то вот не зря, мне кажется, додумалась именно до такого стиля, и я вспомнила, что у меня все время мама говорила про этот стиль, я такая думаю, да, все, это будет квартира в стиле лофт, вот. Но на самом-то деле мне этот стиль очень нравится, но я как бы особо никогда его не изучала, и вот прям досконально я не знала, что он вообще из себя представляет, как это правильно нужно оформить, поэтому я заходила на мой любимый Пинтерест, заходила в мой любимый поисковик под названием Гугл, и, в общем-то, там просто гуглила или Пинтерестила, ну, как-то, в общем, искала на Пинтересте, думаю, вы поняли, что хотела сказать. Вот, смотрела, как вообще выглядят такие квартиры, что они из себя представляют, и в целом, в целом, мне было вообще очень интересно все это посмотреть, я даже как-то так подумала, может быть, мне свою комнату в таком же стиле оформить, вот. Но это, конечно, нужно будет к маме обращаться, если она одобрит такое решение, то будет, конечно, круто. Вот, но, по крайней мере, мне реально было очень интересно построить такую квартиру в нашем любимом Симсе, ну, и лично мне показалось, что все-таки как-то что-то похожее у меня получилось сделать, но здесь, как обычно, я говорю, следить уже только вам. Ну, и что касается самой квартиры, она у нас с вами однокомнатная, здесь могут проживать два персонажа, может жить один Сим, здесь уже на ваше усмотрение. Вот, у нас здесь есть одна, значит, спальная комната с двухместной кроватью, также ванная, совмещенная с туалетом, и, как я люблю называть, кухня-гостиная-прихожая, и, в общем, все в одном. В принципе, когда я строила эту квартиру, у меня особых проблем не возникало, то есть я себе открыла на телефоне фотографии с этим самым стилем, и как-то вот смотрела на них, отталкивалась от них, понимала, что мне нужно вообще сделать, что-то мне требуется, но на самом деле, скажу вам честно, все-таки в некоторых моментах я ни на что не смотрела, ни на что не опиралась, а просто решила добавить какие-то детали от себя, и я вот очень боялась, что именно это может испортить квартиру, то, что вдруг это как-то вот не сочетается, вдруг это по стилю не подходит, но я очень надеюсь, что такого не произошло, что все, что я добавляла сама, это все вписывается в общий интерьер, очень надеюсь, потому что мне очень понравилась эта квартира, и не хотелось бы вот мне ее испортить какими-то лишними вещами, поэтому надеюсь то, что вам понравится, вы одобрите все это вообще дело, ну, в общем-то, как-то так. Мне еще очень понравилась ванная комната, именно вот в стиле лофт, я вот просто после этого строительства пошла к маме, говорю, все, я хочу такую же ванну, потому что, как вы знаете, у нас сейчас идет ремонт, да, достаточно долго он уже идет, но тем не менее он идет, и поэтому, да, еще есть какие-то шансы, что возможно у меня будет такая же ванна, но она реально очень красиво выглядит, я прям когда строила, я прям получала такое удовольствие, прям эстетика какая-то была, знаете. И единственное, что у меня вот вызвало такую маленькую-маленькую трудность, это кухня, я вот, что я вот забыла сделать, когда я уже строила эту квартиру, я не посмотрела именно, как выглядит кухня в этом стиле, то есть у меня была там одна фотография, на которой отдаленно виднелась кухня, но что-то как-то там мне ничего не понравилось, как-то не очень для меня это красиво выглядело, так я думаю, а ладно, сделаю по-своему, и вот очень сильно из-за этого я боялась, я там, наверное, раз в 20 ставила запись на паузу, чтобы подумать, как мне лучше, что сделать, вот, но в итоге как получилось, так и получилось, я надеюсь, что, как я уже ранее сказала, все это вписывается вообще в общую картину, в общий интерьер, потому что, как я сказала ранее, эта квартира мне вся очень-очень понравилась, поскольку до этого я строила какие-то обычные квартиры, а здесь мне было интересно, то есть для меня это было что-то новенькое для себя, я что-то узнала и какой-то новый стиль для себя открыла, я вообще считаю, что я не очень хорошо строю в Симси, и мне вот все время интересно что-то новенькое для себя узнать, понять, вот как можно сделать ту, как можно сделать там, как вот здесь вот можно обойти, что-то придумать, и вот у нас с вами был один стрим, недавно он был, по-моему, на прошлой неделе, если я не ошибаюсь, мы там с вами перестраивали квартиру, точнее, вообще строили ее с нуля, и мы там сделали очень-очень классную постройку, мы соорудили из шкафчиков такой целый прям огромный шкаф, там и книжную полку туда вместили, это было реально круто, мне это вот прям дало какое-то вдохновение, какой-то толчок, это мне дало, что вот можно так вот все это дело комбинировать в Симсе, а я этим вообще особняка не занималась, то есть, знаете, я вот вижу, например, предмет какой-то, я его и ставлю, ничего не придумываю, вот, а на самом деле это реально очень классно и очень интересно, потому что можно, ну, очень много всего интересного придумать, и сделать действительно очень классную квартиру, поэтому я очень рада, что я решила построить квартиру именно в каком-то определенном стиле, а не просто там для кого-то или для чего-то, да, для каких-то целей там определенных, вот, и я прям действительно была довольна результатом, так вот горжусь собой, что я что-то новое для себя открыла, что-то новое для себя узнала, поэтому я думаю, что в скором времени я запишу еще одно строительство, но уже будет, конечно, какой-нибудь другой стиль в квартире, потому что это реально очень-очень интересно, мне вообще нравится все это вот обустраивать, это как-то делать именно вот в реальной жизни, и поэтому всем все тоже, как бы пора уже научиться, чтобы все это дело красиво у меня выглядело, чтобы вам было интересно смотреть, чтобы вам это нравилось, можно как-то выкладывать это на скачку, чтобы вы тоже этим пользовались, кстати говоря, если вы хотите, чтобы я начала выкладывать квартиры на скачку, вы мне, пожалуйста, пишите в комментариях или где-нибудь еще, обращайтесь ко мне, потому что если вам нравятся мои постройки, то, конечно же, я с вами ими поделюсь, так же, как и персонажей вы просите на скачку, я вам всегда даю, никогда ничего мне для вас не жалко, поэтому пишите в комментарии, не стесняйтесь. Ну что, наше видео потихонечку подходит к концу, единственное, что я хотела вам сказать, на этой неделе в воскресенье у нас будет стрим по Sims 4, естественно, нашему любимому, вот, скорее всего, он будет примерно в 2 часа по Москве, ну, там плюс-минус, примерно вот так вот ориентируйтесь, я еще обязательно оповещу вас во вкладке сообщества здесь на ютубе, в группе ВК, кстати, подписывайтесь, если кто-то не подписан, ссылочка есть в описании под этим видео, и вообще под другими тоже она есть, поэтому вступайте, я очень буду рада вас там видеть, и, в общем-то, скорее всего, вот в эти праздничные дни, которые у нас будут в честь 23 февраля, я думаю, что там можно будет даже не один разочек постримить, а несколько раз, чтобы мы с вами почаще там увидели, что-нибудь построили, кого-нибудь посоздавали, в общем, позависали на стримах в такой нашей уютной, приятной атмосферке, поэтому приходите и обязательно следите за всеми вкладками, чтобы не пропустить что-нибудь важное. Ну, а на этом я буду с вами прощаться, спасибо вам огромное за просмотр, если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал, если вы здесь впервые, и оставить свой комментарий. Ну, а с вами была Карина, всем удачи и до новых встреч, всем пока, ребят! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал!